МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Транспортные изменения со знаком «минус». В Нижнем Новгороде отменили три маршрутки, создав неудобства пассажирам. Наследственные фонды и банки-информаторы. Какие новшества вступили в силу с началом осени. Жуткая авария на Арзамасской трассе. Попытка обгона закончилась смертью молодого водителя. Наконец-то забил. Денис Черышев открыл свой голевой счет за Валенсию. И песни Иосифа Кобзона, как история страны. О чем сочинял свои шлягеры для народного артиста России композитор Александр Морозов. Свою работу в эфире продолжает служба новостей город. Меня зовут Дмитрий Карпов. Здравствуйте. Поговорим о главных событиях понедельника и минувших выходных в Нижнем Новгороде. И вот с чего начнем. Нижегородцам, видимо, придется привыкать ездить на перекладных, как это было в позапрошлом веке. С 3 сентября в городе перестали ходить три маршрута из 12 запланированных к отмене ранее. Пассажиры Т-25, Т-41 и Т-42 теперь вынуждены добираться до места назначения с пересадками. Спонсор темы дня – проект «Территория». Ну, я очень недовольна тем, что отменили 41 маршрут, потому что это был единственный способ добраться мне из Сормова, из дома на учебу, на площади свободы. Теперь я вынуждена делать пересадку и платить дополнительные деньги. Свои негодования нижегородцы высказали также и в социальных сетях. Шикарный подарок получили нижегородцы, пользующиеся общественным транспортом 3 сентября. Отменены несколько маршруток. Например, маршрут 41. Это один из популярных маршрутов довоза до Московского вокзала. Таким образом, из Печор на Варварскую по городскому пути можно попасть только на 61-м автобусе, который существует только в воображении городских властей. Основная причина, по которой отменили маршруты из Верхних Печор до окраин Сормовского района, закончился договор на перевозку пассажиров. Также у нижегородской администрации были нарекания к техническому состоянию подвижного состава. Веденная диспетчерская служба города из точки А в точку «Б» посоветовали добираться другими маршрутами. Так, от Верхних Печор, муниципальной 45-й, маршрутное такси 78-е до Гаугеля. Однако ни тот, ни другой не соединяют на своем пути площадь Свободы и площадь Мина и Пожарского, как это делал 41-й маршрут. Что касается Т-25, то ее заменили социальным автобусом номер 15. Он курсирует от Петряевки до Щербинок с интервалом в часы пик 10-12 минут. А вот беспересадочной альтернативе 42-й маршрутки, которая ходила от памятника «Катеру Герой» до улицы Мочегорской, не нашлось. Речной вокзал идет с рутной такси номер 40, пересадка метро «Парк Культура». И там автобусы 68-й, 32-й. Ближайшие общественные слушания, на которых нижегородцы смогут высказать свои претензии и пожелания по внедренным транспортным изменениям, намечены на сентябрь. А пока что придется корректировать свои перемещения по городу с учетом отмененных маршрутов. Пока нижегородские власти в очередной раз перекраивают схему движения общественного транспорта, в России с начала осени произошли серьезные изменения в имущественной, автомобильной и финансовой сферах. Автомобилистам стоит иметь в виду, что с 1 сентября установленные на дорогах камеры начнут отслеживать отсутствие полиса ОСАГО. Нарушителям грозит штраф в размере 800 рублей. Правда, пока выписывать его автовладельцу смогут не одного раза в день одновременно подорожает и сам полис обязательного автострахования в среднем до 7 тысяч рублей. С 1 сентября россиянам разрешили создавать так называемые наследственные фонды. Новая процедура распоряжения имуществом, которое осталось после смерти человека, позволяет родственникам сразу вступать в права наследования, не дожидаясь, пока пройдет 6 месяцев, положенных по закону. Такие изменения актуальны, поскольку проводить в последний путь не так-то и дешево, а завещатели получают больше гарантий для безусловного выполнения своих последних распоряжений. Начиная с 4 сентября, банки обязаны сообщать своим заемщикам о ситуации с их кредитной картой после каждой проведенной операции. Какой у них долг, какой лимит кредита еще остался. Заемщики смогут получать уведомления в виде СМС или на электронную почту. Один из этих способов должен быть указан в договоре. Делается это для того, чтобы держатели карт не увлекались и контролировали ситуацию. Кроме того, с конца сентября банки начнут блокировать подозрительные операции своих клиентов, если в них усматриваются признаки мошенничества. Срок приостановки – 2 дня. К другим темам. Тела еще двоих погибших обнаружили спасатели под обломками на заводе имени Свердлова в Держинске. Таким образом, общее число жертв выросло до 5 человек. Власти Нижегородской области выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших. Об этой и других новостях расскажем далее. Короткой строкой. На данный момент сообщается о шести пострадавших от взрыва на оборонном заводе, трое из которых госпитализированы с травмами средней тяжести. Их состояние оценивается специалистами как удовлетворительное. Еще одна пострадавшая находится в Нижегородском ожоговом центре в тяжелом состоянии. Родственникам погибших власти Нижегородской области выплатят компенсацию по 200 тысяч рублей, а пострадавшим по 100 тысяч. Компенсации из фонда социального страхования составят по 1 миллион рублей. В Нижегородскую область поступило 460 тысяч доз вакцины против гриппа для взрослых и детей. Бесплатные прививки сделают малышам старше шести месяцев, студентам, педагогам, медработникам, беременным женщинам и призывникам. Кроме того, около 50 тысяч человек смогут получить прививку за свои деньги или за счет работодателей. В управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области работает горячая линия по вакцинации телефона на ваших экранах. График движения поездов в Нижегородском метро изменится с 3 сентября. Так, на Сормовском и Щерской линии в будни в час пик интервал составит 7 минут, а в остальное время 9 минут. На автозаводской линии 5 минут в будни в час пик и 8 минут в остальное время. По выходным дням в любое время интервал между поездами будет 10 минут. С 1 сентября в Нижегородской области стартовал сезон осенней охоты. Жители региона получили разрешение на отстрел лосей, зайцев, лис и барсуков. Сроки окончания сезона установлены по каждому виду зверей. На зайцев и лис с гончими и борзыми собаками без оружия можно охотиться до 14 сентября, на барсука до 31 октября, а на лося по 30 сентября. Отмечу, что в этот промежуток времени разрешено добывать только взрослых самцов лося. Переходим к экономическим темам. Баранина, морковь и яблоки подешевели в Нижегородской области к началу сентября. Сколько сейчас стоят в среднем эти продукты на полках магазинов? В нашем обзоре финансовых новостей. Средняя цена килограмма баранины снизилась почти на 3,5% и составила 424 рубля. Морковь подешевела более чем на 8,5%, яблоки почти на 4%. Также к началу осени снизились цены на рыбу и картофель. Региональные предприятия за 7 месяцев текущего года произвели пищевой продукции на сумму более 60 миллиардов рублей. Это почти на 3 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост наблюдался в производстве говядины, свинины, баранины, рыбы, сыров, круп и кондитерских изделий. Сотрудники IT-сферы в Нижнем Новгороде зарабатывают вдвое меньше, чем их коллеги на аналогичных должностях в Москве. На один из сервисов по поиску работы провел сравнительную характеристику и выяснил, что, например, системный аналитик в столице получает в среднем 110 тысяч рублей, а в нижнем 62 тысячи. Схожие соотношения наблюдаются также на должностях системного администратора, веб-дизайнера и специалистов технической поддержки. Российские хлебопеки прогнозируют 10-процентный рост цен на продукцию из высокосортной пшеничной муки. Подорожане связывают со снижением прогнозов на урожай зерна и повышением НДС. В Минсельхозе считают, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы. Финский саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа увековечен в памятной монете. Ее отчеканил Белый дом. На ней изображены лица двух лидеров. По центру выбит кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходила встреча. Стоимость монеты составляет 100 долларов. По данным Центробанка, курс американской валюты на вторник 67 рублей 87 копеек, европейской 78 рублей 80 копеек. Цена за баррель нефти марки «Бренд» 78 долларов 4 цента. Ярко, свежо и мощно в Нижнем Новгороде впервые прошел молодежный фестиваль «Высота». Праздник, посвященный Дню Знания, объединил активных молодых людей, ученых, предпринимателей, любителей спорта и искусства, а также представителей разных национальностей. Десятки интерактивных площадок, музыка и танцы, зоны спорта и увлекательные лекции. Масштаб фестиваля превзошел все ожидания. Свою высоту взяли 22 тысячи нижегородцев. Для меня высота – это не просто фестиваль, это свежая волна для нашей области. На ней очень много интересных площадок, огромное количество интересных людей, новых знакомств. Вообще все круто, очень много площадок, разной направленности. Любой человек может найти себе по интересам. Была и образовательная программа, сама ходила на солнечный, на космос. Там сейчас рассказывали про космос, это очень интересно на самом деле. Узнала очень много нового. Фестиваль прошел на трех площадках. Самая спокойная зона – Александровский сад. Там царила атмосфера творчества, увлекательные беседы с писателями и знакомство с книжными новинками. Много людей собрали территорию науки и молодежных организаций в арсенале, а также фестиваль национальных культур и спортивная зона на главной площади города. Все, что было организовано, это было организовано собственной ребятами, молодежью. То есть это общественная инициатива, которую мы поддержали. Я вижу, что нет ничего искусственного, навязанного. Все нравится самим ребятам, кто участвует в этом, самим организаторам. Мы будем обязательно продолжать этот фестиваль, потому что он превзошел ожидания по количеству участников. Напомним, с предложением провести фестиваль к главе региона обратились члены Совета по делам молодежи. Мероприятие прошло на ура, высота станет традиционным праздником нижегородцев. Ну а далее мы возьмем небольшую паузу, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Жуткая авария на Арзамасской трассе, попытка обгона закончилась смертью молодого водителя. Наконец-то забил, Денис Черышев открыл свой голевой счет за Валенсию. И песни Иосифа Кобзона, как история страны, о чем сочинял свои шлягеры для народного артиста России композитор Александр Морозов. Вы смотрите службу новостей «Город», и мы продолжаем. Скончалась от рюмки празднование Дня Знаний в семье Лысковчан завершилась смертью 36-летней женщины. Супруги повздорили во время употребления алкоголя, муж ударил жену несколько раз по голове, а после бросил в нее рюмку. О полученных травм женщина скончалась, супруг, подозреваемый в убийстве, не помнит, как все произошло. На других происшествиях смотрите далее. Большой пожар случился в минувшие выходные в центре Сормова. На улице боевых дружин сгорели сараи на площади в 600 квадратных метров. Возгорание обнаружили достаточно поздно, поэтому, когда прибыли пожарные, пламя охватило все постройки. По предварительной информации, причина возгорания поджег. Еще один пожар произошел в Слободе под Новье. Здесь загорелась крыша недостроенного здания. По версии очевидцев, возгорание случилось по вине сварщиков, которые пренебрегли правилами техники безопасности. Точную причину пожара установят подознаватели. Авария со смертельным исходом случилась на Арзамасской трассе. Со слов очевидцев, молодой человек на арендованной машине двигался в плотном потоке, то и дело пытаясь обогнать попутные машины по встречке. Один из таких маневров он закончить не успел, легковушка влетела в КамАЗ. Водитель погиб на месте, его автомобиль раскурочила, а у Пура от удара подломился передний мост. В Нижнем Новгороде рядом со Средным рынком на пешеходном переходе столкнулись две иномарки. Автомобиль немецкого производства оказался крепче, чем второй участник аварии, у которого смята вся передняя часть. О пострадавших не сообщается. Причиной ДТП стала невнимательность одного из водителей. Переходим к спортивным событиям. Второе поражение подряд. Футбольный клуб Нижний Новгород снова проиграл. На этот раз ярославскому шиннику в матче восьмого тура Национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу хозяев поля. Подробнее об этой и других спортивных новостях расскажем далее. Первый тайм матча с шинником прошел с преимуществом нижегородцев. На 42-й минуте мяч оказался в воротах соперника, но лайнсмен объявил офтсайд и гол не засчитали. Во втором тайме больше атаковали ярославцы и забили победный гол на 78-й минуте матча. Теперь после двух поражений Нижний Новгород занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч горожане приведут 8 сентября на своем стадионе. Соперником станет один из лидеров турнира «Московский Спартак-2». Нижегородский хоккейный клуб «Старт» отправился в Швецию. Уже сегодня вечером команда прибудет на сборы. Кроме ежедневных тренировок на льду запланировано проведение трех контрольных матчей. Игры пройдут 5, 8 и 9 сентября. Соперниками нижегородцев станут команды «Сириус», «Юзда», «Лителус». Денис Черышев головой забил мяч в ворота «Леванте» в матче третьего тура чемпионата Испании. После удара «Россиянина» счет стал ничейным 1-1. Этот мяч стал для футболиста первым после возвращения в «Валенсийский клуб». Однако летучие мыши не смогли победить в той встрече. Команды сыграли в ничью со счетом 2-2. Канадский форвард Линден Вэй забросил шайбу-невидимку. После его удара по воротам игроки и судьи потеряли хоккейный снаряд из виду и не могли найти его несколько секунд. Обнаружил шайбу сам Вэй, она застряла между сеткой и верхней дужкой ворот. Арбитры не сразу поняли, что случилось, но спустя какое-то время гол засчитали, а итоговый счет оказался 3-0 в пользу армейцев. Нападающий Ливерпуля Садио Мане после победного матча английской премьер-лиги отправился мыть туалет. Садио наводил порядок в уборной мечети, которую он обычно посещает, руководствуясь только своими альтруистическими мотивами. Кстати, футболист известен благотворительностью. Он выделил около 200 тысяч евро на реконструкцию школы в своей деревне, а также начал строительство госпиталя. 30 августа в возрасте 80 лет скончался народный артист России Иосиф Кобзон. Это был выдающийся человек, любимый певец многих поколений, об утрате которого оскорбит вся страна. Не мог не вспомнить об Иосифе Давидовиче и композиторе Александр Морозов в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Сегодня мне бы хотелось сказать о Иосифе Давидовиче Кобзоне, который мы потеряли, который уже ушел от нас. С этим человеком, легендой, эпохой нашей эстрады связывала меня очень большая творческая дружба, причем многолетняя. Мы знакомы с ним 40 лет были. И он спел около 50 моих произведений, 18 из которых вошли в сольный диск, который мой продюсер Марина Парусникова выпустила в прошлом году к юбилею Иосиф Кобзона, которому исполнилось 80 лет. И мы ему сделали, как он сказал, самый дорогой подарок – это песни, которые я пел. Конечно, этот человек в моей творческой судьбе оставил огромный след. Я думаю, что значимость этого выдающегося исполнителя мы будем ощущать с годами еще больше. Но так получается по жизни, когда человек рядом, многого привычно, не замечаешь. Но вот когда его не стало, мне кажется, что мы будем через его песни вновь и вновь прочитывать историю нашей страны. Потому что он был уникальным в этом смысле исполнитель, который откликался на самые горячие моменты нашей жизни. Не каждый певец может это делать. Причем он это делал не только в песнях, он это делал и в своих поступках. Поэтому я не буду пересказывать заслуги Иосифа Кобзона. Наш народ знает всю его жизнь. Царство ему небесное. Жизнь продолжается. О чем еще рассказал композитор Александр Морозов в интервью Первому городскому, смотрите в эту среду в эфире «Служба новостей город». Ну а сейчас о том, чему удивлялись пользователи интернета на просторах социальных сетей. И сегодня в рубрике «Лось на танцевальном проекте», «Коты, захватившие город» и «Путешествие с лесой». Спонсор рубрики соцсети «Небельные мастерские Перетяжкина». Талисман торпеда «Лось Трюльник» поразил жюри танцевального проекта умением владеть своим телом. Невозможно оторвать взгляд от экрана. Вместе с ним за звание лучшего танцора страны будут бороться четыре очаровательных нижегородки. Танцоры из Нижнего Новгорода определенно имеют все шансы на победу в проекте. Если не возьмут умение, так хотя бы число. Гигантские коты наводнили Нижний Новгород. Они появились во многих узнаваемых местах города. Хорошо, что это всего лишь картинки художника. А то владельцам зверей, если бы котики и в самом деле были таких громадных размеров, пришлось бы отращивать огромные руки, чтобы их гладить. Вместо навигатора теперь лиса. Кивает, значит, выбрал правильную дорогу. Ну а если начались танцы, то пора и водителю расслабиться. Все равно ведь в пробке стоит. Оп, и кубырок за здоровье водителя сделал. Не лис, а личный талисман какой-то. Лев – царь зверей. Но этот вот захотел быть и царем людей. Ну-ка, водитель, вылезай. Я сам этих людишек повезу. Права у меня есть. Получил недавно, но с управлением справлюсь. Что сидишь? Взял и вылез. Ну а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Спонсор рубрики «Хорошие новости» – цирк на слонах. Я познакомилась с молодым человеком. Это прекрасная новость в моей жизни. В выходные было самое главное событие. Сын пошел в третий класс. Я очень рада, что наступила осень. Это одна из моих любимых времен года. Я считаю, что осень – это творится какая-то сказка, какое-то чудо. И я рада, что настало время, когда можно как раз-таки творить, ввлекаться в искусство и просто как-то совершенствоваться. Только поступили в Мининский университет. Мы готовились к свадьбе. У нас через неделю свадьба, поэтому у нас были такие рабочие выходные. Репетировать танец было очень весело. И в конце выпуска о погоде посмотрим, какой прогноз ожидает нас в ближайшие три дня. На этом наш выпуск завершен. Желаю вам только хорошего настроения, отличных новостей. До встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова